МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Неожиданный поворот. Наркотики нашли в сточных водах в Астане. В пяти из шести проб обнаружены мифидроны и другие виды наркотиков. Как запрещенные вещества оказались в канализации? Дешевое зерно. Фермеры несут убытки из-за низких цен на пшеницу. В этом году вообще катастрофическое положение. Почему аграрии подозревают закупщиков в ценовом сговоре? И как эта ситуация отразится на ценах на хлеб? Уголовное дело завели полицейские Алматинской области по факту трагедии на автодроме «Сокол». Там при выполнении экстремального трюка скончался 22-летний молодой человек. Он намеревался перепрыгнуть через движущееся авто. Наргиза Такижанова продолжит тему. Трагедия произошла на этом самом автодроме «Сокол». 22-летний Батырхан Ержан готовил видео для конкурса. Он пытался выполнить сложный трюк – перепрыгнуть через движущийся автомобиль. К сожалению, опасный эксперимент закончился фатально. Молодой человек получил несовместимые с жизнью травмы. Как выяснилось по сценарию, водитель автомобиля «Ламборгини» должен был наехать на Батырхана. Однако все пошло не по плану. Молодой человек оказался под колесами авто. Его госпитализировали в больницу, где диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму. Множественные ушибы, фрагментарный перелом, теменно-высочные кости и третью степень комы. Спасти его врачам не удалось. Как выяснилось, авто для выполнения смертельного трюка молодой человек взял у Бейбета Алибекова. По словам блогера, скончавшийся делал несколько попыток одолжить «Ламборгини». Просил меня активно машину, я ему не давал, мы еще в Телеграме дискутировали, там, сын выходил, все просили. Я ему дал автомобиль в итоге для его трюка, там, конкурс какой-то был международный, я не знаю, деталь. И вот одна из попыток его трюка вышла и не вышла. Он попал в больницу с тяжелыми травмами и, к сожалению, не скончался. У меня, в общем, нет слов, очень соболезную, родным, близким. Руководство автодрома комментировать произошедшее отказалось. Полицейские же по факту смерти завели уголовное дело. На территории автодрома «Сокол» в селе Арсай во время исполнения трюка при съемках видеоролика 22-летний молодой человек по своей неосторожности попал под колеса автомобиля, которым управлял 45-летний водитель. В результате пострадавший госпитализирован в районную больницу, где 30 октября скончался, не приходя в сознание. По данному факту полиции возбуждено уголовное дело. Сейчас стражи порядка проводят следственные мероприятия. Они продлятся несколько недель. Наргиза Токижанова, Осет Елимбаев, Астана Таймс, Алматинская область. Тело младенца нашли в одном из заброшенных зданий в Алматинской области. В смерти малыша подозревается его мать. Жуткую находку обнаружили в селе Щелек. Как и при каких обстоятельствах скончался новорожденный, пока неизвестно. Проводятся следственные мероприятия. Они и прольют свет на детали произошедшего. К слову, в ходе разыскных мероприятий была установлена личность биологической матери ребенка. Она сейчас находится под медицинским наблюдением в районной больнице. Заведено уголовное дело. По факту убийства матерью новорожденного ребенка полиции возбуждено уголовное дело. В ходе разыскных мероприятий установлена биологическая мать ребенка, которая госпитализирована в районную больницу. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Павлодарские полицейские накрыли нелегальный канал распространения электронных сигарет. Их организаторы избывали через интернет-ресурс. Сотни тысяч курительных устройств были обнаружены на складе, где хранилась контрабанда. Общая стоимость товара превысила 100 миллионов тенге. В ходе обыска также изъяты свыше миллиона тенге наличными, а также бухгалтерская документация и черновые записи. Задержаны 5 человек. Ведется досудебное расследование. За незаконную деятельность задержаны 5 граждан, которые, действуя в группе, организовали сбыт электронных сигарет и никотиносодержащие продукции на территории Павлодара посредством интернет-ресурсов. По факту оборота некурительных табачных изделий, электронных систем потребления, ароматизаторов и жидкости для них проводится досудебное расследование. Число погибших при наводнении в Испании выросло до 95 человек. Местные власти объявили трехдневный траур по погибшим. Прошлую ночь десятки жителей Валенсии провели в машинах и на крышах затопленных зданий. Точное число пострадавших и пропавших без вести до сих пор неизвестно. Сейчас в регионе работают свыше тысячи спасателей, 344 транспортных средств, включая вертолеты и самолеты, 200 военных и 750 гвардейцев, а также около сотни полицейских. Причиной наводнения в Испании стали проливные дожди за считанные часы, превратившие дороги в реки. Почти вся Валенсия погрузилась в воду. Мощные потоки разрушили железнодорожные пути и автомагистрали. Без электричества остались около 115 тысяч жителей. Вчера здесь было полно людей, а сегодня по-прежнему пусто. Царит полное запустение. В Америке до начала президентских выборов остаются считанные дни. Накал страстей зашкаливает, так что каждое неосторожное слово может иметь необратимые последствия. Сейчас все обсуждают мусорный скандал, точнее то, что действующий президент Джо Байден сравнил сторонников Трампа с мусором. Кроме того, нынешние выборы обещают стать самыми непредсказуемыми. Какова обстановка в США, расскажут мои коллеги. Мы не мусор. Сторонников Трампа глубоко задели неосторожно сказанные слова Джона Байдена о том, что единственный плавающий мусор в Пуэрто-Рико – это его сторонники. Имея в виду сторонников Трампа. Чем вызвал шквал критики в свой адрес и, похоже, минус несколько миллионов голосов. Позже в Белом доме заявили, что президент имел в виду мусор, который оставляют его сторонники. Но было уже поздно. Мусорный скандал набирает обороты, чем сразу воспользовался Трамп. В городе Гринбэй, штат Висконсин, он появился перед журналистами в кабине мусоровоза. 250 миллионов американцев – это не мусор. Я думаю, что демократы проделали очень плохую работу. Мы лидируем в каждом штате. И я думаю, что комментарии, сделанные ими обоими, о том, что люди – отбросы. Они не должны были так говорить, и это прискорбно. То, что Джо Байден сделал такое заявление – это действительно позор. Скандал прогремел в разгар голосования, когда более 50 миллионов человек уже досрочно отдали свои голоса за будущего президента. Для простых американцев главное – личные финансы и качество жизни. Тарифы на бензин, газы и электричество. А самые важные – цены на продукты. И тут Байден, считай, и Харрис заметно проигрывают. Им вменяют высокую инфляцию и дорогую продуктовую корзину. Трамп же, несмотря на уголовные обвинения, считается фаворитом в битве за кошелек избирателей. Я считаю, что все, что говорит Байден – это, по сути, чушь собачья, как и Камала Харрис. Я имею в виду, что последние 4 года он пытается справиться с инфляцией, пограничным кризисом, беспорядком во внешней политике. Хорошо, что люди видят разницу между Трампом и Байденом. Это разница между днем и ночью. О, экономика при Трампе была намного-намного лучше. Цены на продукты были намного дешевле. Наш бензин был дешевле. Наши инвестиции. Мы получали хорошие деньги на наших инвестициях. И в целом это было потрясающе, понимаете? Я, вы знаете, я очень рад, что он вернется в Белый дом. Между тем, агентство Рейтерс пишет, что местные власти в Висконсине продумывают разные сценарии на случай протестов, недовольных результатами выборов. Видимо, все хорошо помнят взятие Капитолия сторонниками Трампа в 2020-м. Например, работников избирательных участков обучают методам деэскалации. Также сотрудникам объясняют пути отхода. Если им будут угрожать протестующие. Что касается мусорного скандала, то он практически затмил все предвыборные обещания Камалы Харрис. Она попыталась дистанцироваться от слов действующего президента. Но сработает ли это, не ясно. До выборов остались считанные дни. Мы знаем, кто такой Дональд Трамп. Это не тот, кто думает о том, как сделать вашу жизнь лучше. Это человек неуравновешенный, одержимый. Одержимый жаждой мести, снидаемый обидами и стремящийся к неограниченной власти. И менее чем через 90 дней в овальном кабинете будет либо он, либо я. Главная битва сейчас за колеблющиеся штаты. То есть те, которые всегда ведут себя непредсказуемо. В последние дни перед голосованием кандидаты не жалеют силы денег, пытаясь убедить избирателей и выборщиков проголосовать за них. Обычно это Джорджия, Мичиган, Пентильвания, Северная Каролина и Висконсин. Трампу к этому не привыкать. В 2016 году он одержал победу именно благодаря выборщикам. Хотя большинство избирателей были за Хиллари Клинтон. Ждать осталось недолго. До выборов осталось меньше недели. Казахстан вошел в топ-35 самых конкурентоспособных экономик мира. Об этом Касымжамар Токаев заявил на 36-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов. По словам президента, в прошлом году стране удалось привлечь 23 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций. В свою очередь, зарубежные инвесторы охотно вкладывают деньги в самые разные сферы. Какие секторы привлекают их в Казахстан и почему, расскажет Дельнас Насекенова. 36-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов под председательством Касымжамар Токаева прошло в Астане. В этом году он посвящен тематике «Новый инвестиционный цикл Казахстана». На встречу приехали руководители около 40 крупных международных компаний и не только. С ними правительство Казахстана обсудило ряд вопросов, а также выслушало предложения и инициативы. Казахстан лидирует как самая привлекательная страна для инвестиций в регионе. По словам Жанны Байдашевой, в нашу страну готовы вкладывать в основном инвесторы из Европы, США и Юго-Восточной Азии. К примеру, партнеров из Китая и Америки интересует нефтегазовая отрасль, а бизнесмены из европейских стран видят привлекательную сферу здравоохранения. Много мы сейчас работаем над тем, чтобы у нас было именно собственное производство лекарств, медикаментов. Мы не зависели ни от какой другой страны. И это первое. Второе, это, конечно, будут вкладывать в развитие науки, лаборатории, исследования, привлечение новых технологий, а также развитие человеческого капитала, подготовку кадров. По словам Касымжумар Токаева, Казахстан ищет инвесторов, готовых повысить качество технического и профессионального образования в стране и развивать соответствующую инфраструктуру. Он отметил, что за последние 6 лет привлечено более 1 миллиарда долларов частных инвестиций в геологоразведку. В этой связи будет реализовано около 200 крупных инфраструктурных проектов, более чем на 86 миллиардов долларов. Что касается энергетического сектора, за счет инвестиций за последние 30 лет добыча нефти увеличилась в три раза. Ключевое значение имеет и расширение нефтехимической промышленности, отметил президент. В 2022 году мы запустили крупнейший в Центральной Азии завод по производству палипропилена, мощностью 500 тысяч тонн в год. В настоящее время это предприятие покрывает почти 60% внутреннего спроса и экспортирует продукцию в Европу, Турцию и Китай. В сентябре этого года начато строительство завода по производству палипропилена, мощностью более 1 миллиона тонн в год. В проработке ряд нефтехимических проектов стоимостью более 14 миллиардов долларов. Особое внимание уделил глава государства сектору чистой энергетики. Там достигнуты конкретные договоренности о реализации в Казахстане зеленых проектов с мировыми компаниями. Не обходят стороной инвесторы и агропромышленный сектор. За последние 6 лет отраслевой экспорт удвоился, превысив 5 миллиардов долларов. Поскольку мы стремимся превратить агропромышленный комплекс в высокотехнологичный сектор, будет реализовано более 100 проектов стоимостью 5 миллиардов долларов с участием иностранных инвесторов. В транспортно-логистическом секторе у Казахстана большие амбиции. В стране планируется отремонтировать 11 тысяч километров старых железных дорог и построить более 5 тысяч новых. По словам главы компании WebTech, одного из мировых лидеров в области транспорта и логистики, с начала 2000-х годов они инвестировали в Казахстан 100 миллионов долларов США. А за последние 12 месяцев партнеры открыли у нас несколько инженерных объектов. Это поможет Казахстану улучшить в первую очередь безопасность железнодорожного транспорта. Второе, мы подарили цифровой элемент цифровой системы. Это позволит Казахстану расширить цифровые возможности, также обеспечит безопасность и поможет лучше управлять железнодорожной системой. Касым Жумар Токаев отдельно остановился на вопросах защиты прав инвесторов и улучшения регуляторной политики. Так до конца года в стране заработает цифровая платформа для инвесторов, которая позволит отслеживать реализацию проекта в режиме реального времени. Не смог глава государства пройти мимо налоговых вопросов, он пообещал партнерам решить все спорные моменты. Одна из ключевых новых вещей это введение инвестиционных налоговых преференций, включая налоговые вычеты на основе затрат, связанных с закупом оборудования и программного обеспечения. Методологический совет при правительстве обеспечит единую интерпретацию всех спорных налого-административных вопросов, включая те проблемы, которые были подняты инвесторами. К слову, в ходе совета новые проекты преимущественно заключены в сфере здравоохранения, фармацевтики, недропользования, транспорта и логистики, нефти, газа и цифровизации. Напомню, Токаев ставил перед правительством амбициозную цель – привлечь дополнительные 150 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций к 2029 году. Глава государства провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития. Удиль Ренобасо прибыла в Казахстан для участия в 36-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов. В ходе встречи были обсуждены перспективы реализации совместных инвес-проектов в различных отраслях экономики. Глава ЕБРР отметила, что в ближайшее время банк готов вложить 2 миллиарда евро в экономику Казахстана для реализации программы «зеленого перехода». В этом году Европейский банк реконструкции и развития инвестировал 650 миллионов долларов для реализации 22 проектов. Также глава государства принял президентом Microsoft в Центральной Европе и Центральной Азии. Они обсудили перспективы сотрудничества по развитию IT-индустрии. Как отметила Мишель Симонс, казахстанский офис-компания преобразован в мультирегиональный хаб. Его деятельность охватывает Центральную Азию, Азербайджан, Армению, Грузию, Монголию и Пакистан. В свою очередь, Касм Жамартукаев отметил, что Казахстан активно работает над законодательством в сфере искусственного интеллекта, чтобы использовать его для развития инноваций и экономического потенциала. Руководство компании Microsoft намерено и дальше сотрудничать с Казахстаном по вопросам цифрового развития. Казахстан Среднемесячная заработная плата IT-специалистов составила почти 600 тысяч тенге, что на 35% больше, чем в предыдущем году. Это отражает высокий спрос на квалифицированные кадры и конкурентоспособные условия труда. Занятость в IT-сфере также увеличилась на 12%, достигнув 187 тысяч человек. Министр сообщил, что Казахстан также активно развивает искусственный интеллект. По его словам, в рамках этого направления уже создан специальный комитет, а также утверждена концепция развития на ближайшие 5 лет. Мы активно развиваем сферу искусственного интеллекта и уже реализовали несколько важных инициатив. Создан комитет по искусственному интеллекту, который координирует развитие этой сферы. Утверждена концепция развития искусственного интеллекта на 5-летний период до 29-го года. А также разработан проект закона об искусственном интеллекте, что обеспечит необходимую нормативную правую базу для дальнейшего роста. В Астане впервые проверили источные воды на наличие наркотических и психотропных веществ. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Министерства юстиции. Исследования проводились совместно с Генеральной прокуратурой. Результаты удивили. В пяти из шести проб обнаружены мефедроны и другие виды наркотиков. Мониторинг содержания наркотиков в источных водах населенных пунктов в мировой практике используется как для определения уровня их употребления в сообществе, так и из шести проб обнаружены мефедроны и другие виды наркотиков. Исследование проводилось с помощью специального новейшего оборудования. Благодаря ему, говорят специалисты, можно персонально проверить источные воды любого здания, будь то школа, университет или другие учреждения. В базе Центра судебной экспертизы мы купили аппарат. Именно только он позволяет выявить метаболиты наркотических средств. Не сами именно мефедрон, а именно на что он разлагается. На основании этого уже потихонечку сейчас мы пытаемся проработать с местными исполнительными органами, чтобы возможность получения заказов, то есть это у нас страны Западной Европы, Российской Федерации. Казахстанские фермеры бьют тревогу из-за низких цен на зерно. В этом году стоимость одной тонны пшеницы составляет всего 55 тысяч тенге. Аграрии называют ситуацию катастрофической и уверяют, что несут убытки. Они подозревают посредников в ценовом сговоре и просят правительство вмешаться в проблему. Мадьяр Тельманов продолжит тему. Фермеры Казахстана столкнулись с серьезными трудностями. Несмотря на то, что в этом году они собрали свыше 26 миллионов тонн зерна, цена на него оказалась неожиданно низкой. Тон на пшеницы на рынке сейчас стоит 55 тысяч тенге. Аграрии уверяют, что несут убытки. Чем больше урожая, тем ниже цена на зерно. В этом году вообще катастрофическое положение. В том плане, что сегодня зерно закупают очень дешево. И сегодня фермеры не могут погасить те задолженности, которые имеют. И для сравнения хочу сказать, что если сегодня зерно закупают по 55 тенге, отруби продают, отруби, отходы продают по 75 тысяч за тонну. Фермеры подозревают ценовой сговор со стороны посредников. Амажилисмен Эркебулан Мамбетов считает, что запрет на импорт российского зерна усугубил положение, так как Россия ограничивает транзит казахстанских зерновых. А перекупщики уже внутри страны снижают и без того низкие цены. Что обидно, в конечном итоге даже низкая цена сырья, будем говорить, пшеницы, зерна, она напрямую и для народа, для населения она не играет. Цена хлеба, цена муки, как она оставалась, сформировавшаяся, она также и осталась. И вот сегодня вот эта разница, она остается у посредников. Депутаты уверены, правительству пора вмешаться и поддержать аграриев. Есть задачи, поставленные президентом по увеличению производительности труда и вообще переработки сырья, в том числе сельском хозяйстве по удвоению ВВП в целом страны и аграрного сектора. Конечно, она напрямую влияет, потому что продукция, умноженная на низкую цену, дает низкий валовый выход. Поэтому она напрямую влияет, конечно. Конечно, понятно, сегодня вот эта ситуация, она требует, наверное, вмешательства правительства. В свою очередь в Министерстве сельского хозяйства убеждены, сложившаяся цена – результат не сговора посредников, а естественная цена образования рынка. Объем финансирования аграрного сектора и без того увеличился в три раза. Чиновники убеждены, в феврале цены стабилизируются. Основные составляющие, да, затраты – это приходится на другие составляющие. Это ингредиенты, электронные ресурсы, да, логистика, хранение и другие, там, заработная плата сотрудников. Но хотя цены снизились-то на сырье, но вместе с тем наблюдаем, да, что имеется рост на другие составляющие. И поэтому, как бы, сложившаяся цена сегодня такая. Несмотря на жалобы аграриев на цены, в Министерстве пока не рассматривают меры поддержки в связи со сложившейся ситуацией. Сами же фермеры предлагают создать сообщество с целью выходить на иные международные рынки. Мадия Артельманов, Нуржан Махмутов, Самат Уренбаев, Анна Рахманова, Хайрат Елиусизов, Астана Таймс. Свыше двух тысяч единиц техники будут обслуживать республиканские автодороги в зимний период. Об этом на брифинге в Астане рассказали представители компании Каза Автожол. Они уточнили, что у нас в содержании находится свыше 21 тысячи километров трасс, в том числе более 3000 километров платных участков. В летний период специалисты провели модернизацию техники и закупили необходимые зарчасти. Кроме того, дополнительно приличено 255 машин. К этому моменту заготовлены необходимый объем специальных смесей. В частности, заготовлено технической соли 63 тысяч тонн, что эквивалентно порядка более 1000 единиц вагонов. Песка 104 тысяч кубических метров, эквивалент порядка 2950 вагонов. Отсева 172 тысяч кубических метров и химреагентов 1200 тонн. Более 300 педагогов со всех регионов страны собрались в столице на кейс-платформе «Мугалим Токс». Ее организовала партия «Аманат». Открытый диалог прошел с участием спикера Мажориса Ерлана Кушанова, министра просвещения и депутатов парламента. Стороны обсудили актуальные проблемы среднего и профессионального образования. Как отметил Ерлан Кушанов, эта сфера всегда находится в центре внимания президента. Государство регулярно принимает системные меры по поддержке работников этой отрасли и повышению статуса их деятельности. Также не остались без внимания достижения казахстанских школьников на международной арене. Путь к созданию интеллектуальной нации лежит только через сильные образования, резюмировал председатель Мажориса. Будущее страны по-настоящему в руках учителя. Со своей стороны депутатский корпус и партия всегда готовы быть рядом и поддерживать все ваши начинания. Также хочу отметить закон о статусе педагога, который Касым Жумар-Тукаев подписал в начале своего президентства. Замечу, что во многих странах нет такого специального закона. Все это является конкретными примерами повышения статуса педагога в нашем обществе. Мы создаем важные материалы, которые призваны помогать детям с особыми образовательными потребностями. Вместе с коллегами мы написали книгу «Основы и принципы работы с незрячими» в классе академического вокала. Этой книгой и пособием могут пользоваться слабовидящие, незрячие, а также обычные дети, которые стремятся профессионально заниматься музыкой. Спикер Мажелиса посетил Бишкек с официальным визитом. Ирлан Кушанов встретился с Турага, живорку Кенеша, Нурламбеком в Шакееве. Ключевой темой встречи с депутатами стало укрепление межпарламентского сотрудничества. Председатель Мажелиса подчеркнул, что главной задачей парламентариев обеих стран является законодательное обеспечение договоренности глав двух государств. Кушанов также отметил, что между депутатами выстроен регулярный и конструктивный диалог, который позволяет оперативно решать самые актуальные вопросы. Кроме того, спикер Мажелиса принял участие во втором заседании межпарламентского совета по сотрудничеству между парламентами Казахстана и Кыргызстана, в ходе которого обсудили взаимодействие в экономической, инвестиционной, водно-энергетической, транспортной, образовательной и культурно-гуманитарной сферах. Мы особенно рады наблюдать, как наши связи крепнут с каждым днем. Во многом это результат тесной дружбы и конструктивной политики, которую проводят наши лидеры. Главы наших государств определили ключевые направления двустороннего сотрудничества и поставили конкретные задачи для их дальнейшего развития. В связи с этим мы считаем, что Совет межпарламентского сотрудничества должен уделять особое внимание своевременному выполнению всех договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Многодетные семьи в Астане жалуются на плачевное состояние 24-этажного дома. Сейчас там проживает более 8 тысяч человек. Эту проблему обсудили на выездном заседании членов Совета регионального развития при городском филиале партии «Аманат». На встрече люди рассказали, что несколько инженерных коммуникаций жилого объекта вышли из строя. Несмотря на наличие насосов в тепловых сетях, электрооборудования в паркинге и противопожарной сигнализации, жильцы по-прежнему не чувствуют полноценного комфорта. Я уже не говорю о том, что в этом доме не проводится ремонт. Элементарно нет пожарной сигнализации. Система вентиляции также не работает. КСК НС Ахжол пришел к нам и оставил ключи. Никаких документов, техпаспортов, систем нет. Мы только восстанавливаем эти документы. Отмечу ранее, жители неоднократно сообщали компетентным органам об этой проблеме, однако отложенных результатов это не принесло. Но, как сказал депутат Канад Истек, для поиска решения этого вопроса в ближайшее время состоится международная встреча с участием Департамента ЧАЭС, Акимата, Управления полицией и прокуратуры. Это мы будем обсуждать на своем заседании. Мы обязательно должны отправить письмо. Мы должны вызвать каждый орган. В наших обязанностях организовать круглый стол и рассмотреть этот вопрос. Впредь эта проблема будет на контроле партии. Думаю, точное решение по ней мы примем уже в начале ноября. Построить дом культуры, пробурить колодец для животных, провести интернет. Эти и другие немаловажные вопросы подняли жители сел Женгалда и Тушубек в Магастауской области на встречу с членами Республиканской общественной приемной партии Аманат. В отдаленные от областного центра села партицы прибыли специально, чтобы выслушать проблемы. Остро здесь стоят вопросы работы общественного транспорта, ни качества дороги, ни хватки врачей в местной амбулаторе. Многодетная мать Зоя Даурбаева проживает в построенном в 50-х годах прошлого века аварийном доме, который находится на грани разрушения. Жить в нем становится небезопасно, признается женщина. Во время дождя с потолка течет вода, а зимой дом не отапливается. У меня имеются заключительные экспертные документы о его аварийном состоянии. Однако из-за отсутствия подходящего жилья мы вынуждены там оставаться. Для решения актуальных вопросов будет вестись системная работа с соответствующими государственными органами. Все вопросы возьмут на контроль. Это были все новости на сегодня. Я с вами на этом прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин